Центр традиционной китайской медицины Кайлас, названный в честь священной горы на юге Тибета, открыли под традиционную музыку и танцы Поднебесной. После гостей, среди которых были первые лица Сочи, депутаты городского собрания и Госдумы, крупные бизнесмены курорта, пригласили на экскурсию по центру. Впервые в Сочи тибетские и китайские методы оздоровления и лечения представлены столь масштабно и профессионально. Игла, рефлексотерапия, акупунктура, траволечение, все услуги сертифицированы, прием ведут больше десяти специалистов из Китая. В том числе Джан Баучен, главный врач клиники. Один из лучших учеников ламы Джунь Даньчжу, одного из семи тибетских лам, официально признанных в мировой медицине. В центре здоровья и долголетия Кайлас трудятся приглашенные китайские специалисты, которые имеют ученые степени и степени бакалавров медицинских наук. Известны они практически во всем мире. Центр здоровья и долголетия Кайлас по уровню комфорта может сравниться с лучшими медцентрами Поднебесной. При этом стоимость услуг здесь гораздо ниже. На первом этапе пациенты проходят осмотр. В процессе участвует и переводчик с китайского. Измерение пульса, оценка состояния позвоночника, радужные оболочки глаза, языка, ногтевых пластин и ладоней. Такова тибетская диагностика. Китайская медицина – это лучший вариант для лечения артриты, считает Светлана Иванова. Поэтому привела дочку Лену в новый центр. Если наша медицина предлагает такие препараты очень сложные, серьезные, то здесь это более менее болезненно, что ли, на ребенке отразится. По результатам диагностики врачи дают рекомендации и назначают индивидуальный курс процедур, основа которых – древние тибетские методики целостного подхода к организму. А 5, 6 и 7 июня Кайлас проведет Дни открытых дверей. Для всех желающих экскурсия, чайная церемония и бесплатная диагностика от китайских докторов. Центр Кайлас находится в саду российско-японской дружбы в переулке Морском. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.